Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре телематча от компании Maximus, называется Rebel. Выпускаются удилища в нескольких их длинах. У нас сейчас на обзоре самые популярные, это 400 и 420. Матчевки действительно очень востребованы, очень классные в плане и качества, и строя. Это я вам сразу наперед забегаю. По углю производитель здесь пишет АИМ-7, но, как я говорю, такого угля за всю мою бытность пребывания на разных заводах в Китае и в Корее такого не знают. Поэтому, скажем так, на заводах уголь измеряется в тоннах, и здесь, по моим ощущениям, порядка 30 тонн уголёчек. В принципе, серия достаточно мощная, Rebel, что баллонки, что махи, что теперь телематчи в Maximus. И они, в общем-то, фактически скопированы с завода NS, с модели NS и качественно достаточно сделаны. То есть, я вот, ну, скажем так, у меня не так много, конечно, через мои руки их прошло, но там несколько десятков, скажем так, ну, скорее всего, около сотни, наверное. Вот, но брака как такового мы, в общем-то, не встречали на этих удилищах. Их плюс – это универсальность, это неприхотливость, это хорошее качество и достаточно приятный, ближе к быстрому строй, то есть, примерно средне-быстрый строй. Значит, это комплектует с удилища вот таким чехольчиком, там ему лет 20 вот этой модели чехла. Но за это зато жёсткий пластик, очень надёжный, полностью закрывает, видите, все абсолютно колечки. Колечки, что крайне важный момент, хоть здесь вот нету внутри, это металлическая пробочка, да, откручивается, там нету неопреновой вставки, которая не позволяет биться коленом. Но здесь на каждом коленце есть наплыв, специальная обмотка, да, и лаком, соответственно, обработана. И они достаточно тонкие за счёт того, что это всё-таки телематч, и разница диаметров за счёт коротких колен небольшая, они как бы этим лаком упираются друг к другу и не позволяют, видите, лечь кольцами, вставками колец друг на друга. Ну, соответственно, здесь на хлысте два разгрузочных колечка подвижных. Имейте в виду, если вдруг вы сломаете, сразу не спешите отчаиваться, обращайтесь к нам. Как я говорю всегда, у нас мы единственный магазин, кто проводит акции по бесплатной раздаче запасных частей до двух штук в год для наших подписчиков на социальные сети, минимум три. Посмотрите на сайте Multifish, программа «Лояльность», там подробно всё расписано. Плюс бесплатная гарантия на заводской брак на весь абсолютно срок службы удилища. Значит, по транспортной длине 115 сантиметров транспортная длина 4-х метровки и транспортная длина 120-й, 420-й. Я вначале забыл, по-моему, сказать именно длины. Но вот у нас две длины, самые востребованные, 400-й и 420-й, самые востребованные мочёвочки. Вес четвёрки 160, вес 420-й 177, диаметр комля измеряем вот здесь, у четвёрки 17, 17,5, у 420-й. Давайте теперь раскладываем, смотрим строй. Итак, друзья, разложили, значит, фактическая длина у четвёрки на самом деле 404, кому это принципиально важно, и у 420-й действительно 421, ну, практически 421. Значит, смотрите, у меня в руках четвёрочка. То есть, приятный, видите, посылистый такой строй, упругая середина. То есть, вы можете его, кстати, использовать под бомбарду для ловли форели, нагружаем. Видите, вот оно вот так отрабатывает, неплохо, и хорошо бросает, и упругость, видите, чувствуется. То есть, в общем-то, не могу, ну, конечно, это не топовое ни в коем случае, я не говорю, что это прям супер-пупер мочёвки, но, как бы, за эти деньги, в общем-то, достаточно неплохие. Ну, это 420-й у меня в руках. Вот я чуть-чуть мордочку колбасит, но так, не критично. Нагружаем. Вот упираюсь, вот, смотрите, со всей силой их тащу. Да, ну вот, и карпика, и форель совершенно спокойно можете на неё ловить. Итак, друзья, посмотрели, ну, сами видите, действительно, очень приятные палочки, с которыми можно пойти и на карпы, и на форели, плотвичку погонять, там, как угодно, карасика половить. Значит, не сказал про катушкодержатель. Здесь стандартный такой вот, самый популярный из бюджетных катушкодержателей стоит. Это Джимбо С6 он называется. С приятными вставочками, то есть, мягкий, облитый такой металл. То есть, катушкодержатель очень известный уже годами, да, и он отличается своей надёжностью, достаточно толстым железом, да, вот эта лапка, сама бабочка, да, поднятия, она, скажем так, из качественного железа, она толстая достаточно, из толстого лепестка сделано железо. Это не то, что там у некоторых держаков, которые открывает, и она просто, ну, у вас гнётся в руках. Значит, поставляется вот в таком чехле, тоже бюджетненький чехол, как пойдёт, как транспортировочный, плюс его, что хоть он и недорогой максимально, но достаточно качественно сшитый, в общем-то, всё по законам корейского завода НС. Материал чехла синтетика, так что запахи он не впитывает. У меня к вам большая просьба, под видео вот такой пальчик нажимайте обязательно, это называется ставьте лайки, кто не знает, кнопочка подписаться на видео, не смотрите, пожалуйста, без этих двух нажатий. От вас от этого ничего не потребуется, для меня это огромный плюс от вас, и большое спасибо. Всего вам доброго, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok